Вот новые дома строятся тоже в Майами, посмотрите. Здесь были старые вот такие комплексы, желтые. Посмотрите, что сейчас происходит. То есть там целый ряд, я не вовремя камеру включил, надо было с самого начала показать, но потом вам покажу. То есть активно сейчас идет застройка прибрежной зоны. Понятно, что свободных земель уже давным-давно здесь нет, поэтому выкупаются вот старые комплексы и строятся новые дома. Как я уже говорил, что если вы купили квартиру в старом комплексе, и потом инвестор захочет это купить у вас, то никто здесь у вас ее не заберет, как в России были, в Украине. Пришла бы государственная власть, которая бы по себестоимости, либо по заниженной стоимости выкупила, а может быть и вообще бы забрали. Здесь выкупают все по рыночной стоимости, даже дороже, потому что если собственник не захочет, один из собственников, допустим, 20-30 квартир в маленьком комплексе, один не захочет продать, значит, все, стопор, ничего не сделаешь. Здесь частная собственность неприкосновенна. В этом плане американские законы полностью на стороне владельца, а не на стороне государства. Сейчас мы едем по Коллинс-авеню, это главная улица Майами, она начинается на Саус-Бич и оканчивается там далеко-далеко, переходит в трассу A1-A, которую вы, наверное, знаете по видео Геннадия Балашова. В Майами доступный транспорт, автобусы, метро здесь нет, но на автобусах очень многие передвигаются. Ну, понятно, что большинство все-таки на машинах, но у кого нет машины, те могут ездить на автобусах. В тех комплексах, в которых мы продаем наши квартиры, это Sunny Isles, там пешком можно ходить от магазинов до жилья, поэтому все очень близко. Я уже сказал в предыдущем видео, что у нас приехало два потенциальных инвестора, один из России, второй из Украины. Будем показывать им объекты. Постоянно тепло, всегда востребовано жилье. Люди приезжают на отдых со всех стран мира. Чисто, красиво. Напоминаю, мой Viber, плюс 1, 646-477-05-00. Звоните, спрашивайте, задавайте вопросы по поводу инвестиций в Майами, покупку недвижимости в общедалевую собственность. Даже если у вас есть 40 тысяч долларов, вы можете стать собственником квартиры в Майами на первой линии, на побережье, в уникальных комплексах, где постоянная занятость. Вы можете сдавать вашу квартиру в аренду, можете отдыхать, приезжать самостоятельно в вашу квартиру, можете использовать эту квартиру по параме Home Exchange, когда в вашей квартире живет кто-то, а вы живете у кого-то, кто живет в вашей квартире, в обмен домами. Кто-то из Праги живет в Майами неделю, а вы гостите у них в Праге, в их доме. Каждый год недвижимость в Майами повышается в цене. То есть вы всегда можете продать вашу общедалевую собственность, подарить, завещать по наследству. Хорошее сохранение денег намного выгоднее, чем держать деньги в банках. Ни один банк мировой вам не даст такой процент, который вы заработаете от эксплуатации вашей недвижимости в Майами. Продолжение следует...